Улица Свободы в Ярославле. Велосипедист движется по правой половине дороги. Когда на пути появляется автомобиль, выполняющий разворот, решает объехать его. Но маневр заканчивается неудачно. Через несколько минут на центральной городской магистрали стоит карета скорой помощи. А эти кадры сделаны на трассе Ярославля-Рыбин. С под колеса отечественной марки угодил 13-летний подросток. От полученных травм мальчик скончался на месте. Водитель говорит, что велосипедист двигался сначала по обочине, но потом почему-то резко изменил траекторию движения и выехал на проезжую часть. В госавтоинспекции приводят печальную статистику. За 6 месяцев текущего года зарегистрировано 36 ДТП с участием велосипедистов, в которых 4 человека погибли и 32 получили травмы. В госавтоинспекции говорят, виновниками в подобных ДТП становятся как водители, так и сами велосипедисты. Часто получается так, что последние просто не знают элементарных правил дорожного движения. К примеру, многие на дороге движутся навстречу потоку машин, что категорически запрещено. В соответствии с правилами велосипедисты могут двигаться по правому краю проезжей части в один ряд. Запрещено на велосипеде ездить по пешеходным переходам, кататься без рук, перевозить грузы, которые мешают управлению, а также сажать на рамы и багажнике пассажиров. Подросткам до 14 лет вообще нельзя выезжать на дорогу. Покататься во дворе можно только в шлеме и на локотниках. Безопаснее всего ездить по велосипедным дорожкам, но, как считают любители велопрогулок, Ярославль мало предпособен для активного отдыха. Мне кажется, что инфраструктура городская, Ярославская, она не особо способствует именно велосипедному транспорту. Несмотря на все эти заявления, что у нас есть велодорожки, что у нас они будут дальше развиваться, конечно, ничего дельного из этого не выходит. Телеведущий Юрий Соболев ездит на велосипеде не только по городским дорогам, часто колесит по области и в среднем за сезон наматывает несколько тысяч километров. Говорит, правила дорожного движения знает, но считает, что их соблюдение не спасет, если велосипедисты и водители не научатся на дороге уважать друг друга. Некоторые водители ведут себя очень адекватно. Бывает, даже едешь в темное время суток, и водитель едет тебе навстречу и выключает дальний свет. Бывают, конечно, откровенные хамы. Соответственно, просто не обращают на тебя внимания, что ты едешь по правилам, по своей полосе, но на тебя просто несется чуть ли не в лобовой автомобиль, и он считает, что он прав. Велосипедист, пострадавший на улице Свободы, сейчас восстанавливается от травм. В госавтоинспекции рекомендуют регулярно повторять правила дорожного движения и быть внимательными на дороге. Юрий Коучин, Екатерина Козырева. Оперативное вещание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова